Здравствуйте, меня зовут Ирина Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Ди, мой канал о моде и красоте, также об умном шопинге. Если вы завтракаете так же, как я, то, наверное, вы будете худеть так же медленно, как худею я, поэтому не совершайте, в общем-то, моей привычки, не кушайте такие большие булки. Видите, я даже не смогла удержаться и сфотографировать целую булку, все-таки я ее откусила. Поэтому да, если, в общем-то, есть такие бутерброды по утрам, то похудеть будет гораздо сложнее, чем если не есть такие бутерброды по утрам. А речь сегодня пойдет вот о таких прекрасных банках, банках из-под джема, банках из-под оливок, из-под, наверное, какой-то рыбы. Все, что угодно может находиться в таких прекрасных банках и баночках различного размера, с различным диаметром горлышка и различного цвета стекла, из которого они изготавливаются. Я уже говорила о том, что я собираю такие банки, особенно я усиленно их собираю перед летним сезоном, потому что я уезжаю на море, и там я храню все крупы, все, в общем-то, все, что можно хранить вот в таких банках, либо бутылках высоких. Здесь у меня есть специальные колбы, но на море я их не покупала и прекрасно обхожусь вот банками, бутылками и так далее. Но хочу также сказать, что если вам нравится минимализм, вы можете использовать вот такие банки, бутылки не только для хранения, но также для дизайна ваших помещений. Обращаю ваше внимание, что если одинаковые предметы, либо одинаковые, одинаковые и различные предметы, в данном случае это будут баночки, либо вазочки, выставлять в один ряд, то это будет очень-очень минималистично. Это вообще будет отсылать к минимализму, потому как минимализм, мы помним, учит нас обходиться малым количеством вещей и обходиться тем, что у нас есть. Поэтому использование повторных коробок, пакетов, я сейчас говорю прежде всего о дизайне, коробок из-под фруктов, повторное использование любых предметов для дизайна, оно, в общем-то, отсылает прежде всего к минимализму. И очень хорошо, очень красиво использовать вот такие баночки в качестве вазочек для весенних веток. Вам не нужны цветы, вы можете не покупать цветы, не составлять букеты из цветов, а просто нарезать, отрезать у деревьев вот такие прекрасные ветки с молодыми листочками, которые еще не до конца выросли, не до конца распустились, и ставить в самых неожиданных местах. Хочу сказать, что очень хорошо смотрятся такие вещи на кухне, в районе раковины, либо в районе сварочной панели, а также очень хорошо смотрятся в ванной комнате, рядом, допустим, с умывальником. Вот такие маленькие букеты, милые, по-другому их не назовешь. Но, повторюсь, вы можете поставить их куда угодно, вы можете поставить на пол, вдоль стены, несколько вот таких бутылок, либо несколько баночек. Также очень я люблю использовать подобные банки для того, чтобы ставить туда маленькие свечи. Можно насыпать песок, если у вас нет песка, можете купить соду, либо соль, насыпать. Более того, соль вы можете прекрасно с детьми покрасить в любой цвет гуашью, она высохнет, у вас будет такая цветная соль, засыпать ее слоями, засыпать ее слоями и сверху поставить свечку одну, если баночка маленькая, либо несколько свечек, если баночка позволяет. Хочу также сказать, что я прекрасно в подобные банки делаю детям завтраки. Они очень любят завтраки, когда я накладываю разный йогурт тоже слоями, с мусли, либо с сухофруктами, либо с хлопьями. В общем-то, все это идет на ура. Детям нравится есть из этих банок, они едят даже фрукты, нарезанные кусочками из этих баночек, и говорят мне всегда, что это, в общем-то, как в кафе. Сама идея, видимо, как в кафе им очень нравится, поэтому они едят вкусную, полезную еду, которую из обычной тарелки ели бы, допустим, не с большой охотой. Ну и, в общем-то, да, я собираю эти банки, я собираю эти банки практически в течение года, использую их тоже в течение года, нигде отдельно они у меня не стоят без дела, чтобы вот просто накопиться. Если они мне не нужны, я их выбрасываю. Хочу сказать, что бывает очень сложно очистить от клея остатки бумажной этикетки. Обычно я использую ацетон, либо спирт, у меня есть 90% спирт, но хочу сказать, что не всегда помогает. Вот эта баночка стоит у меня в таком виде, наверное, уже почти неделю, и никак этот клей я не могу растворить, не знаю, что за клей использовали. Вот такие идеи использования, повторного использования стеклянной тары в данном случае, это может быть очень красиво, это может быть очень удобно и очень, я вот не побоюсь сказать, по-дизайнерски. Это была Инна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока.